Наблюдение рациона питания населения подразумевает подробное описание пищевых продуктов, которые потребляет каждый человек в течение суток. Опрашивая граждан, специально обученные интервьюеры будут фиксировать количество съеденного, оценивая калорийность пищи и содержание в ней важных питательных веществ, а также собирать сведения о составе семьи, материальном положении, состоянии здоровья, физической активности. Основной целью данной обседы является получение стат. информации, отражающей социально-экономические поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного здорового питания. По большому счету результаты выборчего наблюдения рациона питания населения признаначены для выработки оценки эффективности мер реализации концепции демографической политики России на период до 2025 года. Также приоритетное у национального проекта здоровья. Все интервьюеры, проводящие личный опрос членов частных домашних хозяйств, будут снабжены соответствующими удостоверениями. Также в их арсенале отдельные для детей и взрослых анкеты, альбомы порций продуктов и блюд, напольные весы и рулетки для измерения веса и роста респондентов, чтобы избежать случаев намеренного искажения ими этих параметров. Принципиально важный момент – вся полученная информация подлежит обязательному обезличиванию и предназначена исключительно для получения сводных статистических данных. И вся информация, тоже мы разъясняем населению, она нужна только для того, чтобы получить информацию в целом по региону. То есть их данные, они растворятся как бы в целом массиве обработанных данных. Никакого документального подтверждения, никаких ответов на наши вопросы не требуется. Только добровольный опрос и только добровольное информирование по программе обследования. То есть это никак не подкрепляется никакими документами. Со слова опрашиваемого. Выборочное наблюдение рациона питания населения, помимо того, что оно позволит оценить эффективность, проводимой государством социальной политики, имеет еще и важное практическое значение. Результаты исследования, которые появятся приблизительно в мае 2019 года, будут использованы в качестве рекомендаций по составу наборов продуктов для определения величины прожиточного минимума и форм оказания адресной социальной помощи нуждающимся. При этом специалисты исключают возможность попадания в списки респондентов граждан только с высоким или, наоборот, низким уровнем дохода. Выборка формируется не просто так. Она должна быть сформирована таким образом, что вот эти маленькое количество домохозяйств 320 должны представлять всю генеральную совокупность. То есть они должны быть похожими на аналогичные домохозяйства, которые проживают в республике. И там, естественно, в процедуре участвуют математические методы, методы распространения этой информации. Информация, полученная от одного домохозяйства, распространяется потом на порядка 140 тысяч домохозяйств, проживающих в нашей республике. Данное исследование проводится второй раз. Первый – в 2013 году. Согласно полученной пять лет назад информации, почти 50% жителей региона отметили, что им достаточно той еды, которую они хотят есть. 45% – что еды достаточно, но не всегда той, которую хочется. Почти 4% указали – иногда еды недостаточно. И чуть менее 1,5% – что еды недостаточно часто. Во время исследования также изучалась зависимость здоровья граждан от их питания. Респондентам задавался вопрос распределения населения по оценке своего питания. Здесь на графике мы привели данные не только по Российской Федерации, по Карачаево-Черкесской Республике, но в целом и по Северокавказскому округу. И мы видим, что данные наши несколько выше, чем по России. 44% людей считают, что их состояние здоровья хорошее, а в Российской Федерации – 36%. Если мы говорим про Республики Северного Кавказа, то более здоровыми считают себя жители Дагестана – 53% и Республики Ингушетии – 45%. Завершится исследование 15 июня. Сотрудники службы статистики просят жителей, в чьи дома придут интервьюеры, отнестись к опросу с пониманием и максимально честно ответить на все вопросы. Мария Клокова, Михаил Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова